Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, друзья, мы постепенно приближаемся к торговой сессии пятницы. Ждем выход данных Non-Farm Perils по состоянию американского рынка труда. То есть ранее уже отмечалось, что этот отчет будет иметь большое влияние на рынок в целом, на доллар, на фондовые рынки, поскольку он напрямую повлияет на будущую риторику американского регулятора касательно ключевой процентной ставки. Все, что мы анализируем в плане фундамента в последние недели, в конечном счете это сводится к тому, как каждый из анализируемых отчетов скажется на решение Федрезерва по ставке. Будет ли она повышена, либо американский регулятор предпочтет придерживаться в ожидательной позиции, чтобы оценить уже результаты ранее принятых решений и не провоцировать ненужную волатильность в текущих условиях. Будет ли повышенная ставка, это очень хороший вопрос, правильный вопрос, уместный сейчас, потому что мы все-таки отслеживаем фундаментальные тренды и тенденции. Ну, честно говоря, кто-то однозначно, прям сказать, может быть даже большинство и не сможет. Но мы придерживались конкретной точки зрения, что из-за роста неопределенности в банковском секторе, из-за кучи провальных релизов, которые мы разбираем в последние недели, больше аргументов за то, чтобы ФРС пока что повременил со следующим повышением процентной ставки и оставил ее на прежней отметке в 5%. Сегодня на повестке экономического календаря первичные заявки на пособие по безработице. В 12.30 по GMT выйдет этот релиз перед нонфармами, ну тоже еще один дополнительный индикатор, чтобы оценить и попробовать спрогнозировать, какие мы в итоге можем увидеть цифры от официального источника и ведомства. Ну, что еще важнее, у нас вчера был отчет EDP, который многие называют репетицией перед выходом данных по нонфарм Пэрлс. И мы помним, отталкиваясь от вчерашней статистики, что нонфармы с большой долей вероятности тоже разочаруют, потому что EDP показал, что американская экономика в прошлом месяце создала 145 тысяч новых рабочих мест. Это ниже прогноза 200 тысяч и, конечно же, ниже, чем показатель двухмесячной давности, когда рост был зафиксирован на отметке 261 тысяча. Нельзя говорить с большой уверенностью, что показатели EDP и нонфармы коррелируют прямо на 80 или даже 70-100%. Нет, часто они очень расходятся, но это дополнительный источник информации и данных для принятия решения того, что все-таки можем увидеть от официального ведомства. Я считаю, что нонфармы тоже разочаруют, я изначально даже в рамках этой недели вам говорил, что не жду какого-то прорыва, прогресса серьезного по динамике новых рабочих мест, по уровню безработицы, по темпам роста заработных плат. Думаю, что пятницу мы завершим еще одним блоком слабых макроэкономических данных, поэтому ранее рекомендовал активно шортить американскую валюту, в частности, индекс доллара сейчас находится на отметке 101.69 и постепенно продолжает движение на юг. Аналитики UBS считают, что в рамках этого месяца индекс доллара протестирует поддержку 100 пунктов ровно. Может быть, прогноз экспертов UBS еще сопряжен с тем, что в апреле доллар традиционно показывает нисходящую динамику и, по сути, за последние 20 лет апрель был худшим месяцем для доллара. Но сейчас мы понимаем, что это не просто история, которая может повториться еще для развития нисходящей динамики. Есть куча вот этих фундаментальных факторов и водных, указывающих на то, что, да, скорее всего, доллар будет дальше ослабеть. По данным чикагского инструмента FedWatch, это уже не субъективная, а объективная оценка рыночных настроений, позиционирования касательно процентной ставки. Участники рынка уверены в том, что ставку уже не повысит. И ощутимый контраст, если сравнить текущую вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов, она составляет 37%. Если сравнить с показателем такой же самой вероятности на начало торговой сессии пятницы, когда участники рынка оценивали решение по росту ставки примерно в 60-70%. Посмотрите, как плохая статистика заставила пересмотреть трейдеров свои ожидания. Если завтра выйдут слабые данные по NonFarmPearls, то вероятность повышения ставки станет еще ниже, и тогда уже логично будет вовсе закладываться под то, что ожидательная позиция станет неизбежной. Также напоминаю, что выход отчета NonFarmPearls совпадет еще с празднованием остростной пятницы, поэтому ждем еще больше волатильности, несмотря на то, что это как бы парадоксальное заявление. В условиях низкой ликвидности стоит ожидать замедления интенсивности торгов. Но отчет NonFarm, который выпал на низкой ликвидной торговой сессии, напротив, может стать причиной того, что волатильность превысит средние показатели. Поэтому нужно держать руку на пульсе. Я все равно уверен в том, что индекс доллара сможет развить еще больше снижения под конец этой недели и приблизиться к уровню 101 пункт. Золото 2011 долларов за трость к унусу. Коррекция после взрывного роста, который мы наблюдали ранее. Индекс настроения по-прежнему указывает на то, что рост может продолжиться. Большинство золота шортит. К золоту относится как к кризисному инструменту на текущем этапе и со всеми вводными, связанными с сохраняющимся неопределенностью в экономике, в банковском секторе. Я думаю, что золото еще сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Кто знает, может быть завтра, когда выйдет отчет по Non-Farm Perils, мы получим дополнительный катализатор для роста этого актива и сможем сделать следующую цель, друзья, которая по золоту у нас находится на отметке 2050 долларов за трость к унусу. Европейская валюта 1,0892. Учитывая то, что до цели 1,10 мы не дотянули 28 пунктов, конечно же обидно, что сейчас развилась коррекция, но я не расстраиваюсь, потому что Европейский центральный банк выкатит скорое решение по росту процентной ставки и это решение станет причиной роста европейской валюты. Сейчас по фундаментальному фону, опять же на контрасте с тем, что мы сейчас получаем по американской экономике, данные из еврозоны не разочаровывают. Вчерашняя статистика по росту деловой активности в сфере услуг Еврозона показала, что индекс вырос с 52,7 до 55 пунктов. По Германии тоже положительная динамика, рост индекса в сфере услуг с 59 до 53,7. Экспорт в прошлом месяце вырос на 4,6%, импорт на 4%, показатель профицита торгового баланса остался на отметке 16 миллиардов, это очень хорошие показатели цифры. Вообще придраться не к чему, друзья. И накануне Резервный банк Новой Зеландии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов с 4,75% до 5,25%. Это еще раз доказывает, что регионы, которые за пределами США, то есть не относящимися к США, регионы, опирающиеся на свой фундаментальный фон, все же продолжают бороться, прежде всего с инфляцией, проводя более жесткую агрессивную монетарную политику. Это связано с тем, что эти регионы, такие как экономика Новой Зеландии, Австралия и еврозоны, тоже не переживают такие проблемы с национальным банковским сектором. Поэтому я постоянно говорю, что очень интересно сейчас торговать на контрасте политикой ЦБ и Федрезерва. Евро сохранит потенциал для роста и точно доберется до нашей цели 1,10. Австралиец против доллара 0,67. Здесь тоже советую длинную позицию. Выполагаю, что австралийский доллар является одним из самых недооцененных на текущем этапе. Да, Резервный банк Австралии не повысил процентную ставку два дня назад, когда была такая возможность. Но он не сказал ведь, что не будет повышать ставку и дальше. Просто была выбрана сейчас выжидательная тактика, чтобы оценить результаты ранее принятых решений. Критиковать Резервный банк Австралии не стоит, потому что до этого они 10 раз подряд повышали процентную ставку. И может быть, выжидательная позиция сейчас является тактически верным решением. В конечном счете, Резервный банк Австралии, думаю, вернется к траектории роста процентных ставок, тем более, что он может себе это позволить, потому что макроэкономический фон более-менее хороший. Рынок труда на уровень безработицы на минимальных показателях за 50 лет. Более-менее хорошие показатели в промышленном секторе. Инфляция тоже снижается, но еще не достигла целевого ориентира. Я не вижу каких-либо преград, чтобы Резервный банк Австралии согласовал еще одно или два повышения ставки на 25 байсных неопунктов. Вкупе с слабостью доллара, конечно же, у австралийца будет очень хороший потенциал для развития восходящей динамики. И пару слов еще про доллар-канадец. Сегодня подсвечиваю эту валютную пару, потому что, думаю, мы можем до конца недели увидеть продолжение развития нисходящей динамики. Сегодня в 12.30 по GNT выйдет отчет по рынку труда на Канаде. Статистика, скорее всего, не подведет, окажет поддержку канадскому доллару. Поэтому пара доллар-канадец, которая сейчас котируется в районе 1.35, может перейти снова к снижению, что будет связано с укреплением канадской валюты. И цели на ближайшие пару недель, может быть даже поменьше, 1.33, друзья. Не противоречит этой идее дорогая нефть, которая также поддерживает канадский доллар. Идея слабости американского доллара и сантимента. Очень показательные цифры. Сейчас 77% трейдеров пару доллар-канадец покупают. Соответственно, делаем вывод, что с большой вероятностью она пойдет против толпы. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok